Накануне 80-летия победы в битве за Москву в Люберецком музее Великой Отечественной войны в Доме офицеров встретили сотрудников мемориального комплекса «Партизанская поляна». С гостями из Брянской области познакомилась наша съемочная группа. Оружие, документы и личные вещи военных представлены только в одном зале Брянского музея. Здесь показана история зарождения партизанского движения. Представлена и военная техника, танки, пушки, вертолеты. На территории комплекса горит вечный огонь в виде партизанского костра. Сейчас у музея появилась возможность показывать документальные и художественные фильмы, которые рассказывают о героях Великой Отечественной войны и, конечно, в первую очередь о партизанах. На территории мемориального комплекса расположена аллея памяти, на которой занесены имена всех погибших партизан. Их свыше 8 тысяч человек. Центральный штаб партизанского движения в Брянске открыли летом 1942 года. Однако отряды действовали уже в сентябре 1941-го. Одним из них руководил Дмитрий Кравцов, секретарь горкома партии. Руководитель партизанского отряда погиб буквально на первых неделях действия партизанского отряда. Место его гибели находится недалеко от партизанской поляны. Наша задача в Олюберцах состоит в том, чтобы поговорить о том, как в 1941 году накануне московской битвы Брянская земля сумела содержать на значительное время продвижение немецких войск к Москве. Идея организовать встречу двух музеев возникла еще в прошлом году. Люберецкие школьники и дети войны часто выезжали в Брянскую область перед значимыми военными датами. День начала войны, там, допустим, день памяти и скорби, день, там, допустим, битвы за Москву, там, юбилейные какие-то даты. И мы, вот не считая пандемию, практически каждый год выезжали. И всегда нас там встречали, ну, просто, вот как свои родные люди. Юнормейский отряд «Беркут» и ученики 44-й гимназии – представители младшего поколения. Им рассказывают истории ветеранов и воспитывают любовь к родине. Патриотизм – это когда ты служишь стране. Наши сражались за страну, чтобы у нас было хорошее будущее. Для гостей из Брянской области подготовили трехдневную программу мероприятий. Это встреча с Московским советом ветеранов, посещение Музея Победы на Поклонной горе и Никола-Угрешского монастыря в Дзержинском.